МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Первом Тульском только новости. Итоги дня под видеоматериалов наших корреспондентов. Смотрите сегодня выпуски. 14 исторических зданий отреставрируют в регионе к 500-летию Кремля. Как и тут работа и как уже изменился центр Тулы, сегодня показали заместителю председателя правительства России Константину Чученко. Град величиной с перепелиное яйцо и грозы, аномальная жара и неожиданное похолодание. Что приготовила для туляков небесная канцелярия? Как экотуризм по-московски на тульской земле развивают? На необычной ферме побывала наша съемочная группа. Дорогие машины, шикарные наряды. В ожидании результатов последних ЕГЭ тульские школьники отмечают выпускные. Сегодня в Тульском гарнизонном суде огласили приговор бывшему начальнику регионального МЧС. Решат Нурдинов обвинялся в превышении должностных полномочий. Гособвинитель настаивал, что в результате действий генерал-майора государству был нанесен ущерб в размере более 68 миллионов рублей. Однако суд не согласился с этими доводами и сумму снизили до 20 миллионов 900 тысяч рублей. Несмотря на это, ущерб признан значительным. Приговор зачитывали около двух часов. Решат Нурдинова лишили звания генерал-майора. Его имущество арестовали, а самого приговорили к лишению свободы. Сумма в размере 20 миллионов 922 тысячи, это 102 рубля 31 копеек. До этих слов Решат Нурдинов находился под домашним арестом. Наручники на него надели в зале заседания. Напомню, начался процесс над экс-начальником Тульского ведомства больше года назад. Первое заседание по делу состоялось в мае 2018-го. Как полагает следствие, преступление генерал-майор совершил в период с августа 2011 по декабрь 2012-го. Речь идет о внедрении комплексной системы обеспечения безопасности жительной деятельности критически важных объектов на территории Тулы. По ней в городе должны были установить порядка 140 камер на перекрестках, видеонаблюдения в школах, датчики на газораспределительных станциях. На ходе инвентаризации выяснилось, что не все оборудование было смонтировано, а то, что смонтировали, работало неправильно и постоянно нуждалось в ремонте. Также суд установил, что деньги подрядчику перечислялись без обследования объектов комиссии. Акты приемки передачи подписывались задним числом. А решет Нурдинов обманывал столичное начальство, отчитываясь о бесперебойной работе системы. Для того, чтобы установить степень вины, было проведено более 30 судебных заседаний, допрошено около 40 свидетелей. Как реализует в Тульской области программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проверил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Игорь Костюченко. В основном центре он сделал остановку в Пролетарском округе на улице Прожевальского. По ней курсирует транспорт двух городских маршрутов. И те, кто трудятся на одном из крупнейших предприятий города, эта улица попала в план ремонта. Это сейчас автомобили могут ехать по улице Прожевальского с разрешенными 60 км в час. Месяц назад больше 20 не разгонялись. Были сплошные ямы и трещины, потому здесь дорогу поменяли полностью. Асфальт уложили в два слоя – нижний, выравнивающий, и верхний – основной. Оборудовали парковочные карманы, остановки и тротуары. Сейчас благоустраивают съезды к прилегающим дорогам. Ими пользуется большое количество жителей города. В основном это те, которые проживают в Пролетарском районе. И, безусловно, те люди, которые работают здесь на промышленном производстве. Конечно, дорога за время эксплуатации, весь этот участок пришел в негодность, очень был сильно разбит. Если посмотреть, тут даже на протяжении двух минут видно, какой высокий трафик этой дороги. Ремонт на Прожевальского проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как реализуют в области эту программу, проверяет заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Игорь Костюченко. К 2024 году дороги регионального и межмуниципального значений в Тульской области должны соответствовать нормативу на 50%. В Туле – на 85%. Здесь идет достаточно жесткий оперативный контроль. У нас это все работает в информационной системе «Талон». Ежесуточный ход выполнения работ, обращение граждан. Мы сегодня после большого совещания будем уже детали обсуждать по каждой улице, по каждому обращению, как реагируется, как выполняются контрольные мероприятия на участках уличной дорожной сети. Восстанавливать трассу в регионе по федеральной программе начали в 2017. В этом году она стала нацпроектом. Только в Тульской области планируется отремонтировать 62 объекта. Это почти 200 километров. Ремонт идет во всех районах. Так, масштабные работы сейчас проводят на автодороге Белев-Черн-Ценс. Там меняют 17 километров дорожного полотна. 7 километров, по моей информации, уже сделаны. По Белев-Черн, которые ответвление. Остальная дорога до Арсеньевского района, она будет сделана 10 километров, включая пересечение. Необходимо, где населенные пункты, где деревни, где у нас рейсовый транспорт, там и школьный автобус ходит. В этом году это все будет уже сделано. Именно в ремонте. На реализацию программы в этом году направили порядка 2,5 миллиардов рублей. Из них 938 миллионов выделили из федерального бюджета. Треть всех запланированных работ уже выполнили. Сдать объекты планируют к октябрю. Лариса Демина, Александр Калинин, Сергей Голубев, Первый Тульский. Жаркие выходные выдались в Туле. В субботу синоптики зафиксировали повышение температуры почти до 32 градусов, но рекорд, тем не менее, не побит. 22 июня 1948 года было еще жарче – 34,7 градуса. А вот в 2000 году Тулики изрядно померзли. Тогда температура опустилась до плюс 6. Специалисты рекомендуют вознуряющий зной носить светлую легкую одежду из натуральных тканей, закрывать голову от солнца, побольше пить и не переутомляться. И большинство горожан следуют этим советам. Они проводят время на водоемах и в парках, пьют прохладительные напитки. А некоторые предпочитают не выходить из дома вовсе. Мы с такой жару стараемся не выходить. Сейчас пока после занятий решили скупнуться и домой. В такой жаре, конечно, нельзя находиться долго. Я как-то особо не так не сильно, даже не испарен ничего. Мне еще жарче и хорошо будет. Просто мороженое и холодная вода. Все. У меня достаточно этого. Не выходим из дома, потому что вообще дышать невозможно на улице. Ну и вода холодная. Прохладительные напитки и плавание. Самое приятное. И вообще в тенечке, в лесу, в парке. Увы, отдых на воде в Туле закончился гибелью подростков. В пруду центрального парка утонул 16-летний юноша. Его тело обнаружили накануне. Следователи уже осмотрели место происшествия. Известно, что на пруд юноша пришел с друзьями. К предварительным данным, никто из них не употреблял алкоголь. Подросток утонул во время плавания на перегонке. Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится опрос родственников пострадавшего и приятелей, которые находились с ним в момент данного происшествия. Также будет произведен сбор характеризующего материала на самого пострадавшего и на его семью. В настоящий момент оснований полагать о том, что есть признаки криминальной смерти, нет. Музейный квартал может стать первым культурным кластером региона. Такой вывод сделали члены оргкомитета по подготовке к празднованию 500-летия Тульского Кремля во главе с замместителем председателя правительства России Константином Чученко. Гостей пригласили на экскурсию по историческому центру, когда в властной столице откроется первое учреждение в музейном квартале. И чем будут удивлять гостей, Галина Гуркина расскажет. Стены, столбы, своды и даже оконные откосы. Чтобы расписать Успенский храм в Тульском Кремле, ярославским мастерам понадобилось два года. В артеле трудилось 36 человек. Сколько специалистов для восстановления уникальной клеевой живописи нужно привлечь сейчас, обсуждают на выездном совещании правительственного оргкомитета. Собор, часть кремлевского ансамбля и один из объектов, который отреставрируют к юбилейной дате 500-летия Тульского Кремля. В принципе, он через год будет действующий. Да. Он и был действующий. Присторг восстановлен в этом храме в 92-м году. Но когда стали осыпаться фрески, тогда было принято решение остановить богослужение. В этом здании службы не велись, но дом первой половины 19-го века на улице Металлистов имеет прямое отношение к православной культуре. Строили его для священника казацкой церкви, которая до наших дней не сохранилась. А вот само здание с каменной галереей и пристройками уцелело. Сейчас его буквально перебирают по кирпичику. Кстати, этот строительный материал тоже имеет историческую ценность. Рассказывают зампреду российского правительства сотрудники музея Куликова поля. Здесь откроется филиал федерального учреждения с реставрационным центром, мастерскими и школой юного реставратора. Реконструкция затронет и внутренний двор. Под метровым слоем земли археологи обнаружили остатки Тульской мостовой 17-го века. Ее зачистят и накроют специальным стеклом. Сколько по времени все виды работают согласно дорожной карте? Ну вообще август 20-го года, так сказать. Но строители обещают, что вот это здание нам дадут, так сказать, в конце года. До августа 20-го должны сдать все объекты и в Полиновском подворье. На площадке в Благовещенском переулке под него отвели сразу четыре строения. Самое величественное из них – кирпичное здание, в котором в 18-м веке проживал купец третьей гильдии Даниил Швецов. У него очень красивые арочные своды внутри. И, естественно, реставрация – это все воссоздастся в былом виде. Это воссоздастся окна, наличники. Как жили тульские купцы и промышленники, туристам покажут в другом здании под номером 10. Это дом тульских фабрикантов Белолипецких. Один из самых нарядных на улице металлистов. Полуколоны, лепнина, купол с круглыми окошками на крыше и декоративные стенки над карнизом. В особняке позднего классицизма откроют выставку о торговых династиях Тульского края. Здесь же разместится филиал Государственного исторического музея, который до этого времени в Туле представлен не был. Хорошего объекта хватило. Нам дали, да? Да, спасибо большое. Так что да. Так что я так думаю, что сейчас пока все идет нормально. Ну, и вы со своей стороны и поднасыдите. Ну, честно говоря, мы предполагаем о том, что не менее двух таких крупных сменных проектов. Как будет работать музейный квартал? Какие экспозиции будут удивлять гостей со всего света? Обсуждают на совещании в здании правительства. На столах у каждого из гостей дорожная карта работ. Ведь музейный квартал объединит весь исторический центр города. А это и сам Кремль, и новая набережная. На завершение работы с федерального бюджета только в этом году выделили больше миллиарда рублей. Я думаю, что мы не зря решили дополнительно найти финансирование для 14 объектов. Действительно, если бы они остались не реконструированы, наверное, картинка Тулы и, собственно говоря, наверное, сам праздник, они, наверное, не имели бы такого звучания, которое вот сейчас уже просматривается. Восстанавливать будут и исторические строения в районах. В список вошли здания полицейского управления и ансамбль Никольской церкви в селе Крапивно, дом купцов Пучковых в Епифане, колоколь на Никольской церкви в Веневе и еще один храм в Белеве. Всего к 500-летию Тульского Кремля в регионе в порядок приведут 14 объектов и 9 из них на улице Металлистов в Туле. На седании госсовета и президента России Владимира Путина било создание страны четырех культурных кластеров. Так вот, мы можем сказать, что сегодня, в принципе, отвечая тем задачам, которые эти четыре кластера под одной крышей должны нести, с учетом шаговой доступности, мы можем сегодня смело заявить, что мы некий такой кластер уже создаем на территории нашей области, с учетом всех площадок. Чтобы привлекать к новым площадкам гостей, отдельно разработан список мероприятий. Часть из них уже провели. Так весной в областной столице прошел Всероссийский форум Кремли и Россия. Следом театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства в Тульском Кремле». И это параллельно со строительными работами. Чтобы успеть в срок по поручению президента, все объекты реставрируют единый подрядчик. Ход работы идет по намеченному плану. Это во-первых. Во-вторых, собственно говоря, видно, что работы проводятся достаточно масштабные. И уже на сегодняшний день можно увидеть конечный контур, результат тот, который мы собираемся достигнуть. Есть смелые решения. Знаете, вот в советское время, в 90-е годы, вряд ли бы решили в Кремлевском парке сделать одновременно и спортивную площадку, и детскую площадку. А когда все это соединилось вместе, когда человек приходит с семьей, может зайти сюда, прогуляться вдоль реки, посмотреть на просторы, и ощутить вот такой воздух, действительно, воздух русской провинции, это большое дело. Первые результаты масштабных работ тулики увидят уже в этом году. Так, в Богородицком дворце музея, в башне въездных ворот, откроется краеведческий музей. В Дубне оформляют экспозицию в усадьбе Масаловых. А первых гостей на улице Металлистов примет музей декоративно-прикладного искусства. Его в музейном квартале откроют до конца года. Галина Гуркина, Романтиюкин, Вадим Рыженков, Первый Тульский. Град размером с перепелиное яйцо, повальные деревья, оборванные провода. Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям региона. После затяжной жары и воскресенья Тульская область накрыла грозовой фронт. Пары ветра превышали 17 метров в секунду. В соцсетях жители делились фотографиями последствий непогоды. В Теплогаревском, Арсеньевском и Белевском районах сильный град повредил сельскохозяйственной культурой. Водители останавливались на бочинах, потому что продолжать движение по трассе было опасно. Тропический дождь пролился и в Туле. Выпало 18 миллиметров осадков. Это 22% от месячной нормы. Рекордсменом по количеству осадков стал Плавск. Там, по данным синоптиков, выпало 53% месячной нормы. Что касается Тулы, то обновленные участки Городской ливневки выдержали проверку. Там, где раньше после сильных дождей надолго оставались лужи глубиной в несколько десятков сантиметров, на этот раз вода уходила с проезжей части быстрее. Вот так, например, накануне выглядел Красноармейский проспект, одно из самых подтопляемых мест Тулы. На ближайшие дни синоптики обещают минимум осадков и комфортную температуру воздуха дневная не превысит 24 градусов. А на ферме под Ясногорском погоду делают не только природа, но и ее обитатели. А это кони, коровы и козы. У каждого животного свой характер и настроение. От него и зависит, подпустят ли к себе нового гостя. А такие к владельцам контактного зоопарка наведываются постоянно. Наша съемочная группа тоже отправилась. Поедешь кататься? Да! Этот восьмилетний шитландский пони по кличке Модератор характером не уступит жеребцу с норовом. Но с детьми ведет себя спокойно. На ферме под Яснокорском он появился месяц назад и сразу стал любимцем детворы. Черногривый малыш отлично вписался в компанию лошадей, коров и коз, остальных обитателей хозяйства. Его основала супружеская пара из Москвы. В Тульскую область супруги приехали пять лет назад и сразу почувствовали, это их земля. Потому что это самая лучшая земля в мире. Нет, это правда. Это просто... Я вот только друзьям советую сюда приезжать, потому что если все сюда приедут, то, наверное, это уже не будет самое лучшее место. Я когда мечтала вообще о земле, я ее именно так и представляла. Холмы, реки, ветер, свобода, чтобы не было комаров. Здесь все это есть. В Москве остались благоустроенные квартиры, дачи и преуспевающий строительный бизнес. А здесь все начали с нескольких коров и чистого поля. За несколько лет фирму расширили. Построили подсобные помещения, завели лошадей и коз, а коров сейчас уже 30. Да и людей прибавилось. Сейчас в хозяйстве трудится крепкий коллектив единомышленников. По два образования. Хвост там, коровам хвосты крутят здесь, как называют по-русски, сказать. В навозе, говоря. Но это, видите, для них это все. Здесь сверху воздух, во-первых. Хорошие люди. Ну, как бы, трудимся постоянно. А просто сидеть и... Здесь постоянное движение. Общение с природой, с животными. Это все, как бы, очень прекрасно. Сейчас ферма «Преуспевающее хозяйство», где производят 143 вида молочной продукции и 5 сортов хлеба. Гостей угощают самодельной пиццей, а для детей организовали своеобразный контактный зоопарк с домашними животными. В летний период дачники из Москвы – постоянные гости. Ну, проезжаем мимо этой фермы, берем молоко, сметану. То есть, свое, хороший товар, вкусный, свежий. Поэтому сюда нравится. Ну, иногда заезжаем, вот я говорю, по выходным. Кролики здесь, овцы, ну, коровы. Хоть посмотреть, как нам, москвичам, все-таки это редко бывает. В основном только здесь можно увидеть на природе. Хоть показать заочи, как это все вот выглядит. В хозяйстве все время появляются новые животные. Последнее прибавление – молодой бычок-цыган. Молока он, конечно, не дает, но и на мясо животное не отправят. Из рогатого красавца планируют сделать самого настоящего ездового быка. Есть и другие оригинальные задумки, но их Светлана пока не раскрывает. Говорит, лучше приезжайте и увидите все сами. Будет интересно. Евгения Пряшникова, Юрий Безбородых, Руслан Кравченко, Первый Тульский. На площади у главпочтамта в Туле сегодня стартовали подготовительные работы перед ремонтом по программе формирования современной городской среды. Его планируют завершить к концу августа. За это время заменят плиточное покрытие, уличное освещение, высадят новые деревья, установят клумбы, скамейки, урны, а также интерактивные часы с большим экраном. Стоимость контракта с подрядной организацией – 26 миллионов рублей. Работы по программе формирования современной городской среды проводят также в Кировском сквере. Там они будут осуществляться в два этапа. Первый планируют завершить к 1 ноября. К этому времени демонтируют старую плитку и снесут аварийные деревья. Вместо них высадят почти 100 лип высотой от 4 метров. Стоимость контракта – более 48 миллионов рублей. Второй этап закончат к 2020 году. По нему запланирована установка уличного освещения, скамейки, замена плитки, реконструкция фонтана и водонапорной башни. Вы знаете, я присутствовал на общественных обсуждениях. Концептуальная именно концепция была людьми комиссии одобрена. Вопросов принципиальных не было. Плюс ко всему, я хотел бы заметить, что концепция благоустройства данных скверов рассматривалась на комиссии области, то есть с участием заинтересованных лиц. И в целом, каких-либо серьезных замечаний в плане того, что это не так, не поступало. Были какие-то точные моменты, которые были устранены. В плане на благоустройство в следующем году по той же программе и пространство на проспекте Ленина между улицами Первомайска и Жаворонкова. И у Таляков осталось 10 дней, чтобы определиться с тем, как оно будет выглядеть. Ознакомиться с проектами и проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте городской администрации. На счастье в конкурсе в апреле подле заявки 10 архитекторов до финала дошли два проекта. Первый предусматривает сохранение существующей структуры пространства. Будут выделены велодорожка, зона активного и тихого отдыха, многоуровневые детские площадки, кафе, парковки для автомобилей и велосипедов. Предлагается установить фонари в ретро-стиле и скамейки оригинальной формы. В отделке беседок, светников и остановочного павильона будет использовано много деревянных элементов. Автор второго проекта предлагает новую концепцию всего пространства. Уход от прямолинейности, увеличение площади газонов. Архитектор предусмотрел использование деревянных настилов, элементов в зонах отдыха и на детских площадках, а также разные виды мощения пешеходных дорожек. В вечернее время атмосферу будут создавать необычные арт-объекты с подсветкой. Предложенные концепции и неокончательный вариант жители могут направлять свои варианты по реализации проектов. Голосование продлится до 4 июля. И сейчас реклама. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Алексей Дюмин рассказал о своих спортивных выходных и призвал всех следовать его примеру. Воздушный бой развернулся в небе над Тулой выходные. Фестиваль радиомоделей «Тульские крылья» прошел на аэродроме Клокова. Дорогие машины, шикарные наряды. В ожидании результатов последних ЕГЭ тульские школьники отмечают выпускные. Наступает время создавать новое. Время оттачивать свое мастерство. ГРОС. Узловский машиностроительный колледж приглашает на обучение по специальностям серебриться. Стоит поселиться. Производственной компанией «Зеленснаб» требуются работники. Кладовщик, швея на производство технических изделий и рабочий. Звонить по телефону 33-72-35. Тула Машзавод. 80 лет продолжаем славные традиции тульских мастеров. Лазаревская лавка открыта по новому адресу. Для вас всегда свежее мясо собственной фермы. Вареные и сырокопченые колбасы. Изысканные деликатесы и полуфабрикаты. Широкий выбор молочной продукции и лазаревский хлеб. Встречайте новинку ассортимента. Сырники. Лазаревская лавка. Тула Металлургов 90. В Спаре капуста молодая. Всего 19,90. В эфире только новости. Продолжаем подводить итоги дня. Пройти тренировку на уменьшенной копии завода, чтобы применить знания на действующих предприятиях. На Московске открылась первая в регионе фабрика процессов. Она базируется на одном из местных заводов. Отличие от реального в размере. Всего 72 квадратных метра. Это два школьных кабинета. И полная имитация производства. Кто из сотрудников и какие обязанности будет выполнять, решает Жребий. Всего 11 человек. Среди них операторы подготовки сырья, контролеры качества, начальники. Все в конечном итоге отвечают за производство шампуни, бальзамов-ополаскивателей и масок для волос. Но каждый, как и на обычном заводе, ведет свою линию. Например, оператор реактора смешивает необходимые компоненты. Но если в оригинале это 5 тонн, здесь в 100 раз меньше. А время на производство сокращается до получаса. Задача участников тренировки в него уложиться. Практически не всегда получается сдать в первом рамке заказ. Как правило, сталкиваются и с качеством. Проблемы с качеством возникают. И не укладывается в отведенное время. Проблемы возникают масса. И как раз задача участников с этими проблемами бороться. Применить инструменты бережливого производства. Одна из первых в стране фабрика процессов открылась на базе новомосковского предприятия. Она создана по стандартам Федерального центра компетенции в сфере производительности труда. Задача на конкретном примере рассказать сотрудникам о том, как в работе помогают принципы бережливого производства. Так, изначально цеха на фабрике расположены в хаотичном порядке. После первого раунда участники могут сами решить, как их переставить, чтобы рядом находились взаимосвязанные процессы. То есть время на перемещение по цехам сократится. Чтобы работать с инструментами бережливого производства, их точно нужно знать и уметь ими пользоваться. Так вот, охват знаниями, охват сотрудников формированием навыков, и для этого и служит фабрика процессов. Планируется, что в этом году в Тульской области появится еще одна фабрика процессов. Второй проект будет посвящен машиностроительной отрасли. Создаются такие тренировочные цеха в рамках национального проекта по повышению производительности труда. Напомним, Тульская область стала одним из пилотных регионов ее запуска. В 2017-м участниками проекта стали 13 предприятий, сейчас их 20. По тем же пилотам, которые прошли в рамках 20 предприятий, та методология, которая была времена, позволила повысить производительность труда на потоке от 18 до 48 процентов в зависимости от предприятий. Планируется, что до конца года к проекту присоединится еще более 50 компаний. При этом, если раньше предприятия относились к перерабатывающей промышленности и машиностроению, теперь категория расширится. Среди заводов те, которые задействованы в сельском хозяйстве, транспортной отрасли и производстве строительных материалов. Любовь Бочарова, Анастасия Авдеева, Дмитрий Бочаров, Первый Тульский. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поделился с пользователями соцсети, как проводят время в летние выходные. Из видео понятно, что предпочитает Первый лиц области активный отдых, занимается спортом, отрабатывает броски поворотом. Известно, что Алексей Дюмин любит заниматься хоккеем и старается не терять форму в любое время года. Самые талантливые программисты из Тулы Рязани, Смоленска и Калужской областей собрались в одно время, в одном месте, чтобы создать проекты, которые помогают быстро и без особых затрат решить ту или иную проблему. Например, за несколько минут узнать, какое пособие положено при определенном социальном статусе. Одним кликом мышки список справок и где их получить. В инновационно-технологическом центре ТулГУ прошел региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». На решение задач 36 часов и перспектива попасть в финал. Одни называют себя разработчиками. Они придумывают проект, например, звуковой помощник доктора, замена медсестры и жалобы запишут и карточку заполнят. Другие – аналитики. С разных интернет-сайтов, МФЦ, налогового и пенсионного фонда они собирают киберпортрет человека, ради которого делается проект. А это может быть многодетная мама, ветеран или инвалид. Есть еще и третьи – это дизайнеры. Они отвечают за оформление интерфейса. Дарья Фертистова в такой команде как раз дизайнер. Вместе с ребятами приехала из Рязани для участия в региональном этапе всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Мы хотели решить следующую проблему, чтобы пользователь понимал, что он может получить. Может быть, это какая-то низкая процентная ставка по ипотеке, если у него нет возможности купить жилье. Либо это какие-то дополнительные поездки в санаторий, если он здоровый, у него проблемы со здоровьем. Чтобы это была общая система, которая могла помочь ему распределить эти ресурсы, которые ему положены государству. 36 часов было у проектировщиков, чтобы разработать прототип цифровых продуктов в четырех номинациях – здравоохранение, образование наука, транспорт и логистика и государственное управление. Туляк Максим Мельник со своей командой «Солнышко» победил именно в этой номинации. Программисты анализировали данные соцзащиты населения по вопросам выплат различных пособий. Мы создавали именно прототип, который позволит человеку в одном месте получить информацию в зависимости от тех критериев, которые у него есть, получить информацию о том, что он может претендовать на эту выплату. И какие документы, куда надо сдать, какие еще справки он может получить или допринести, для того, чтобы он получил эту выплату. И каким законодательным актом это все описывается. Конкурс «Цифровой прорыв» начался по всей стране 3 апреля. Его главная цель – привлечь новые кадры для цифровой экономики. Всего было подано более 66 тысяч заявок. Региональные этапы проводят в зависимости от местоположения субъектов. Так, в Тулу приехали специалисты из Калужской, Смоленской и Рязанской областей. Всего 82 человека. Победители выйдут в финал. Он пройдет в конце сентября в Казани. Будет 20 номинаций, в том числе и те номинации, которые были здесь. Но команды смогут выбрать или там изменить номинацию или задание. Лучшие команды получат, во-первых, денежные призы. Во-вторых, образовательные гранты получат гранты на реализацию своих проектов. Вплоть до нескольких миллионов на команду. Также после финала будет программа по доработке проектов. Так называемые преакселерационные программы. И будет программа по трудоустройству для тех ребят, которые захотят улучшить свои карьерные возможности. А по итогам Тульского конкурса уже определено 12 проектов. Сергей Савицкий, Александр Тыш, Первый Тульский. Свалка биологических отходов у деревни Новоселки в Невском районе ликвидирована. Общие сложности с территории вывезли почти 13,5 тысяч кубометров помета и тушек больных кур. Отходы отнесены к третьему классу опасности. Таким образом, решение суда по делу птицефабрики Тульская частично выполнено. Также предприятие должно выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей за нарушение ветеринарных правил. Напомним, что рассматривали дело в двух судах – Ленинском и Веневском. В последний сыском обратилась природоохранная прокуратура после многочисленных жалоб жителей. Весной этого года проверяющие обнаружили на месте тушки кур, помет, перья на площадке почти 20 метров ширину. В высоту могильник был больше метра. Все это вывозилось с территории птицефабрики. Биологические отходы представляли опасность для жителей, могли привести к вспышке инфекции. Поэтому суд постановил как можно быстрее ликвидировать свалку. В Туле на улице Максима Горького прошел масштабный субботник. Работы велись у водоема на заброшенной зоне рядом с домом номер 33. Около 300 человек, из которых 50 – это жители, расчищали территорию и водоем, испиливали аварийные деревья и занимались планировкой грунта. В субботнике задействованы порядка 15 единиц техники, начиная от ломовозов и самосвалов, заканчивая лодкой-экскаватором. Кроме того, на улице проводился монтаж уличного освещения, установка детского игрового оборудования. Решение благоустроить территорию было принято месяц назад, после обращения жителей к главе администрации Тулы Евгения Авилова во время встречи. Далеки попросили расчистить берег водоема и сделать детскую площадку, потому что в многоквартирных домах поблизости много детей и им негде гулять. Глава администрации поручил начальнику главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков вместе с жителями решить, что конкретно они хотели увидеть из своего дома, а также проработать проект. Евгений Авилов также присутствовал на субботнике, он снова пообщался с местными жителями, выслушал их предложение по благоустройству. Мы хотим открыть пространство, посмотреть, насколько и что можно из него получиться. То есть мы планируем все-таки продолжать чистить пруд, соответственно, доставать из него те элементы, которые были закоплены до этого года, как правило, это металл, металлические какие-то, там, резина и все остальное. Мы его чистим, возможно, даже здесь мы решили, что зарыбим небольшое количество рыбы, которая будет тоже чистить пруд. Воздушный бой до последнего бойца виражи в небе от самого маленького самолета с символичным названием «Илья Мурмец» и подъем единственного в мире прототипа истребителя Су-57. Настоящее воздушное шоу развернул с неба над Тулой в минувшие выходные. Фестиваль радиомоделей «Тульские крылья» прошел на аэродроме Клокова, как все было в нашем сюжете. Чтобы машина весом в 36 килограммов оторвалась от земли, в ее моторе установлены два турбоактивных двигателя, каждый тягой по 22 килограмма. Это мини-версия, да и сам самолет в пять раз меньше оригинала, новейшего российского истребителя Су-57. Военный он пока проходит испытания. А вот его прототип пилотируют в небе над Тулой на фестивале радиоуправляемых моделей «Тульские крылья». Их размах у этой пластиковой птицы 3,5 метра. За счет того, что сделана она из легких материалов, способна на крутые виражи. На нем есть органы управления, которые в какой-то мере схожи с органами настоящего самолета, я имею в виду штурвала. Также элероны, рули высоты, рули направления. То есть практически полностью шасси, закрылки, аэродинговляционные огни, управление газом. Все практически как на настоящем самолете. Свист реактивного мотора настолько сильный, что заглушает музыку и голоса 8 тысяч людей. Именно столько зафиксировал металлодетектор на входе к аэродрому Клокова. Это зрители. Заявок от пилотов было 97 из 40 регионов. В летную программу отобрали 24 самых эффектных номера. Любимцы публики, члены спортклуба «Русджет», многократные чемпионы мира по авиамодельному спорту. Павел Лапшов и Виталий Робертус. Он представил Як-130, аналога, которому не было в мире. То есть он задал новую планку в моделизме. Такого в принципе еще в мире никто не делал, потому что считали, что это, наверное, нереально. Там в кабине работают даже кристаллические дисплеи. То есть все зарубежные специалисты были несколько так ошарашены. И уже на следующий чемпионат они начали постепенно подтягиваться. Но он победил и на следующем чемпионате, и на следующем чемпионате. Ежегодный фестиваль прошел в Туле 11 раз. Помимо новых моделей, их было две, кроме Су-57 еще Илья Муромец. Размах крыльев 6 метров. Организаторы решились и на новый формат. Воздушный бой более чем 20 легких моделей самолетов до последнего бойца. Земли пилоты управляли таким образом, чтобы один самолет буквально подбивал другой. Крылом или хвостом. Победил тот, чья модель последней осталась в небе. Ленара Ануфриева, Юлия Шишкина, Дмитрий Блохин, Первый Тульский. Самый умный выпускник страны учится в Туле. Им стал молодой человек из Тульского лицея номер 2 имени Слободского. Результатом ЕГЭ парень набрал 400 баллов. Есть и те, кто за три экзамена получил почти 300, ждут результатов последнего. И в ожидании уже отмечают окончание школы. Выпускные вечера в Туле начались. Пик праздников пройдется на 27-28 июня. Самое популярное место гуляний – Казанская набережная. Какие они, выпускники 2019, расскажет Юлия Шишкина. Красный кабриолет не торопится набирать скорость, а смакует каждый сантиметр дороги. С пассажирского кресла машет рукой королева вечера. Машу Баланину одноклассники встречают аплодисментами. Она победила в голосовании за самую модную выпускницу и получила свой наряд в подарок от тульского модельера. Атласное красное платье а-ля Мэрлин Монро. Чувства на самом деле очень смешанные. Я, с одной стороны, понимаю, что вы все такие красивые, такой счастливый день. Переход в новый этап. А с другой стороны, я очень школу свою люблю. Я люблю всех, люблю учителей, люблю одноклассников. И прощаться со всем этим очень сложно. Прощальный бал в этом году отыграют 60 школ города. Выпускные начались с 20 июня и продлятся по 5 июля включительно. А для выпускников с особыми успехами в учении проведут дополнительный праздник. 26 июня в 21.00 на Казанской набережной пройдет городской бал медалистов. На него приглашены 349 учеников. Они уже четко понимают, что они хотят в жизни. Четко понимают, куда им нужно поступать, в какой вуз. Нет ни минуты, буквально, вот, колебаний никаких. То есть они четко понимают, все знают, да. Ну и, соответственно, чувствуют ответственность, да. Потому как это было видно при подготовке к выпускным экзаменам. Так 39-й центр образования выпускает парня, который уже набрал почти 300 баллов. Результаты четвертого ЕГЭ еще неизвестны. В Туле учится и самый умный выпускник России. Он уже набрал ровно 400 баллов. Юлия Шишкина, Сергей Голубев, Первый Тульский. И к этому часу все новости. Всего доброго и до встречи на Первом Тульском.